Страх Грозы, темноты, все что угодно Но это все вполне объяснимые физические страхи Так или иначе инстинктивно срабатывающие в качестве предостережения опасности Это инстинкт самосохранения Но мы же сегодня рассмотрим и другие пугающие вас вещи Это страх нового, необычного, неизведанного Это обобщающее понятие И одновременно определение всех страхов А также причина вашего сегодняшнего положения Вообще изначально у человека существует всего два потенциальных страха Первый это страх смерти И второй это страх публичных выступлений О страхе смерти мы не будем говорить, мы отложим, это не наша тема Сегодня мы будем говорить о страхе публичных выступлений Ну так или иначе, да? Первое, что самое пугает, наверное, вас Это знакомство с новыми людьми Да что там знакомство? Большинство людей даже боится взгляд поднять на улице Не дай Боже словить прямой взор случайного прохожего Так это же вообще кошмар, это ужас Невозможно поменять свое финансовое положение Не поменяв свой круг общения и мировоззрения Знакомьтесь с новыми людьми Знакомьтесь с интересными людьми Узнавайте информацию Учитесь у них И поднимайте свою планку Принятие новых правил Изменения Изменения Эволюция Прогресс Большинство населения планеты Это консерваторы и конформисты Они не то что боятся меняться Всячески отрицают новое Они даже придумали поговорку Все новое это хорошо Забытое Старое Забудьте об этом Все новое это новое И это новое меняет Вашу и нашу Это жизнь всех меняет Так Следуя этой логике У нас Из всех изобретений и достижений науки Так бы остались колесо Парафиновые свечи На максимум велосипед Господа Новизна Инновации Прогресс Правит миром Хотите быть успешными Принимайте и изучайте новое Знакомьтесь с новыми людьми Меняйте круг общения Не бойтесь этого Предложения Инвестирования Приглашения Презентации Опять же Огромная масса людей Которые вроде бы И начали общаться С правильными людьми И вроде бы Нашли хорошие Прибыльные проекты И денежные темы Тормозятся страхом Повесовывание О своем способе дохода Вы просто тупо боитесь Рассказать людям Чем вы занимаетесь Сетевой маркетинг А ужасные вещи Интернет бизнес О боже Что это Как можно зарабатывать деньги В интернете Непонятно Не бойтесь Никогда не бойтесь Вы боитесь Вы не боитесь Рассказать Вы боитесь Предложить Люди боятся Получить отказ Никогда не бойтесь Получить отказ Ибо каждый Отказ Делает вас сильнее Вы уже знаете Что не надо делать В следующий раз Что не надо говорить В следующий раз Не бойтесь Отказ для многих Это серьезный удар И по без того Слабому самолюбию Если вы слабый человек То вам Есть чего бояться Если вы сильный Самолюбивый Свободолюбивый человек То вам Нечего бояться Друзья После 100 Нет Будет обязательно Тысячу Да Миллион Да Это 100% Я сам лично Проверил это На своем опыте Это 100% Достоверной информации Если вы намерены Зарабатывать Научитесь продавать Не важно что Не важно какой продукт Важно продавать Себя Дорого И вместе с собой Ваш товар Продукт Информацию Все что угодно Не надо циклиться На результате Изначально Это должна быть Работа на процесс Больше общайтесь И продвигайте Свою тему Не важно что сказать Важно как сказать Вы так делайте Это уверенно Без страхов Без сомнений Ну и напоследок Естественно Стоит добавить Еще много Моего практического опыта Который я лично Перевел В краткую теорию Страхи и сомнения Это все результаты Вашего опыта Пройденного Или отсутствующего Поясню Например Ребенок постоянно Лезет куда-то Хватает все предметы Разбрасывает всю посуду Лезет пальцами в розетку И все что угодно Делает всякие Бяки и пакости По вашему мнению И в какой-то момент Скажем на даче Он понимает Что угли У тлеющего костра Весьма интересные И красивые Манящие огоньки Едва дотронувшись И даже минимально Почувствовать боль От ожога Ни завтра Ни послезавтра Ни через год Он угли Голой рукой Трогать не У Дед Это факт У него есть опыт Опыт Который сформировал Страх перед костром Это не патологический страх Это именно Осознанный страх Того Что не надо Трогать голыми руками Раскаленные угли И все Что связано С этим углем Это мангал Это камин Это Путлеющий уголь Кальян Ну все что угодно Йог Который тоже Не подумайте Что я сказал Что это матерное Я говорю о йогах Йог Который тоже Кстати Был ребенком Когда-то Тоже вероятно В курсе того Что угли обжигают Но при этом Спокойно ходят по ним Опыт Получение знания И практические навыки Ходьбы по углям Лежание на углях Сна на углях Позволяет ему Субъективно Относиться к опыту Большинства людей Которые обожглись И выходить за рамки Вот этого страха Они боятся Поэтому они никогда Не будут ходить по углям Если вы боитесь Интернета Вы никогда не сможете Общаться И зарабатывать в интернете Если вы боитесь Не знаю Где-то Обойти закон Не платить налоги Допустим Я не говорю Что это правильно Это хорошо Но если вы этого боитесь Вам никогда Не стать Финансово свободными Независимыми Это факт Морально Страх Пропадает с опытом И развивается В зависимости От вашего отношения К нему Попробуйте Получайте опыт И не бойтесь С вами был Алекс Про До скорой встречи Пока Огонь Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok